Всем привет! Сегодня приготовим натуральный сок. Выберу платье, чтобы видео не было скучным для вас. Практически каждый человек обожает свежевыжатые соки. И здесь нечем удивляться. В их составе отсутствуют консервы, а еще они в разы вкуснее тех, которые приготовлены в промышленных условиях. В таком соке вы не обнаружите неестественную сладость. А если готовить его самостоятельно, то напиток станет еще приятнее. Именно поэтому люди и покупают себе домой соковыжималки. Но это далеко не единственная причина. В свежеприготовленном соке можно получить для себя солидную дозу витаминов. Это невозможно сравнить с тем, что продают в супермаркете. Кстати, при приготовлении этого напитка у себя дома, вы можете смешивать любые ингредиенты и получить совершенно новые необычные вкусы. Захотели пить? Отжали сок и выпили. А покупной может быстро испортиться. И не стоит забывать, что при использовании соковыжималки можно создать домашний смузи, пюре или даже мороженое. Вы не только расширите свой рацион, но и отлично насытите организм полезными веществами. Эффективность соковыжималки зависит от конкретных моделей и производителя. Наш прибор оснащен несколькими режимами работы, причем не только для производства сока, но и для создания других плют. Яблочные соки – это самый распространенный вид сока, который пробовал абсолютно каждый. В его составе много железа, а еще он очень хорошо усваивается. Кстати, все виды яблок имеют разную эффективность отжима. Хочу смешать несколько вкусов – яблоки, морковь, абрикосы и арбуз для сочности. Свежевыжатые соки невероятно полезны. Они не подвергаются никаким дополнительным обработкам, поэтому содержатся в своем составе только витамины, которые положительно влияют на наше здоровье. А при помощи любой современной соковыжималки можно приготовить полезный напиток прямо у себя дома. И не стоит забывать, что эти приборы многофункциональны, поэтому их деятельность не ограничивается лишь соками. Яблоки – это сочные фрукты. Из одного килограмма яблок можно получить немалое количество сока. Все зависит не только от количества яблок, но и от сорта, так как разные яблоки содержат неодинаковое количество жидкой составляющей. Кроме того, имеет значение, какое яблоко – свежее или нет, так как яблоки, которые стали вялыми, дадут меньше жидкости. Примерно один литр сока можно взять с полтора килограмма яблок. То есть, один килограмм дает 600 или 650 миллиграмм сока. Иногда немного меньше или больше. Способ получения сока, технология тоже имеет значение. А также вы можете приготовить яблочный сок на зиму через соковыжималку. Моем хорошо яблоки. Лучше брать твердый сочный сорт, чтобы получилось больше сока. Разрезаем каждое яблоко на 4 части и вырезаем место, где находятся косточки – сердцевину. Затем отправляем наши четвертинки яблок в соковыжималку. Выжимаем из всех яблок сок. Процеживаем, на всякий случай, еще раз через ситечко. Получилось много пенки, ее можно отложить в пиалу и подождать через некоторое время, она будет оседать. А снизу появится еще немного сока, который можно добавить к процеженному. Выливаем наш сок в кастрюлю. Если на ваш вкус сок недостаточно сладкий, то добавляем пол столовой ложки сахара на пол-литра сока или на ваш вкус. Доводим до кипения и кипятим около 3 минут и выключаем. Наливаем в стерилизованную банку и закатываем в стерилизованной крышкой. Оставляем остывать. Можно банку с соком укутать во что-то теплое. Можно не переворачивать и оставить так ваш сок, пока он полностью не остынет. Для такого сока лучше выбирать яблоки сладких сортов, чтобы было приятно его пить. После открытия сока можно будет разбавить немного водой, ведь он будет достаточно концентрированным. О пользе яблочного сока знают, конечно же, все. Этот напиток полон витаминов, микроэлементов, которые ежедневно необходимы каждому человеку. Выпивая каждый день по 200-300 мг этого напитка, вы делаете большую услугу вашему организму. Через некоторое время у вас улучшится состояние волос, ногтей, кожи лица. Ведь яблочный сок помогает организму выводить токсины и вредные накопления. Считается, что употребление соков скорее даже лечебная процедура. Лучше всего это делать с утра, после того, как вы выпили хотя бы стакан воды. Но с осторожностью нужно употреблять этот напиток, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как гастрит, язва и другие. А также и здоровым людям не нужно употреблять количеством выпитого сока в день. Лучше не превышать количество в 1 литр. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...